Инкассации. Вот такие у нас инкассаторы. Вы знаете, прозвище у Смойлера, ну это мы журналисты выдали такое прозвище, это Питерский Гром. А Сергей Харитонов это Рязанский Молот, еще один чемпион мира. Это действительно две звезды, мастера спорта, классные рукопашники, неоднократные чемпионы России по русскому бою. В финале эти парни уже встречались не раз, пока счет вот по личным встречам впереди на одну победу Виктор Смойлер. Итак, полоса препятствий. Здесь тоже не подвести. Вот для тяжеловесов лабиринт вот этот. Непростой снаряд. Посмотрите, как грамотно стенку преодолевает. И совершенно другую технику использует рязанец Сергей Харитонов. С первого удара Виктор Смойлер, ну классный, высококлассный спортсмен. И с первого выстрела поражает цель. Вот что значит качество. И вот вы знаете, он отличается помимо своего уникального универсализма именно качеством. И вот такой педантичности в мелочах. Очень много внимания уделяет. Посмотрите, как грамотно преодолевает сетку. Как вот он же большой, огромного роста. Вес 100 килограммов у того и у другого. Сережа тоже, ну он иначе немножко проходит вот это отверстие. Виктор первым берется за канат. Он выигрывает полу. Итак, 2-0 преимущество во втором раунде Смойлера. Правой ногой уже попробовал. Вот сейчас серьезный удар был. Бал есть у Смойлера. И один за удар рукой получил Сергей Харитонов. Еще удар Смойлера. Серега Харитонов очень мужественный парень и боль умеет терпеть. Вот если в полуфинале он откровенно опускал руки и буквально издевался над своим соперником, то вот здесь на стороже. Знает, что Смойлер может и с левой, и с правой зарядить так, что мало не покажется. Дистанцию держит Смойлер? Держит. Представляю, как переживает сейчас и Андрей Чемляков за своего воспитанника, питерского парня. Любопытно, что Чемляков в свое время был тренером и Харитонова. Сейчас Харитонова тренирует рязанский тренер Зинин Николай. В прошлом известный самбист, неоднократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта. Так, уже нос разбит. Ну, а в полуфинале вчера себе Харитонов разбил нос, вот именно бравируя тем, что он сильнее намного соперника, а тот бывший боксер все-таки нос то он ему повредил. Кстати говоря, вот в полуфинале выиграл в тяжелом весе у уфимского парня, Сосновского Вячеслава. Ну, вот сейчас и ногой проверил Харитонов, и в углу зажал Смойлера. 5-4 счет. Еще и сравнивает. Нет, 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 нет. Это табло почему-то 6-4, а по-моему 5-5. Сравнивает счет Харитонов. Вот это интересный поединок, интересный. Да. Интересно, и удар, и бросок. Ну, вот первый балл, первый балл получает. Получает Смойлер. И это опять может сказаться в конце этого раунда. Потому что вы видите, что это... Сошлись два равных по классу бойца. О чем говорит счет предыдущего раунда. Сейчас в третьем раунде посмотрим за разным событием. Опять. Вот Серега как включился. Но после команды стоп, бросок за ногу. А удар... Бросок не засчитывается, после команды есть и стоп. А удар должен быть засчитан. 2-1 должен быть счет на табло. А пока 2-2. Еще один бросок делает Харитонов. Три-два. Да, задышал, Виктор, задышал. Вот я в свое время даже пожалел. Ох ты! Что-то с ногой случилось. Что-то с ногой. Потому что не дать... Вот таким образом заканчивается поединок. Дело в том, что... У Виктора Смойлера была год назад операция. У него было два стержня металлических в колене. Сильно травмировал колено. И вот сейчас, вот так банально наступив неудачно на ногу, у него вылетело колено. Что-то из Харитонова. И...